Данный ролик по факту и сути является не более чем потоком сознания. Честно говоря, изначально в данном ролике я хотел, как обычно, ворчать. Говорить, что игры уже не те, всё не то и всё не так. Но, тем не менее, я решил поступить весьма неординарно. А потому в данном ролике мы будем говорить о хорошем. Хотя небольшая порция ворчания всё равно будет присутствовать. От этого мы никуда... Господи, да чего же я обожаю щёлкать этими подтяжками? От этого никуда не... Ох, ёп! От этого никуда не деться. Всё-таки я тот ещё дедушка. В этот раз я хочу поговорить о тех вещах, которые мне нравятся в играх или же игровой бандус-трии в целом. Да, этот ролик буквально будет посвящён перечислению вещей, которые мне нравятся или которых мне, возможно, не хватает. Подожди, то есть ты будешь просто перечислять вещи, которые тебе нравятся, что за кретиноидная тема для роликов? Ты что, дулак? Да? Начну с вкуснятины. Лично я очень обожаю, когда в игре часть экрана занята какой-нибудь эстетичной дрессининой, как, например, во второй Диаболе. Статуи держат цветные сферы, бутылочки с зельями стоят в полочках, а важные иконки находятся буквально под рукой. Или та же Ультим Андерворлд. Вы только поглядите на это. Персонаж со шмотом стоит в отдельном окошке инвентаря, а окошко инвентаря прямо на экране. Тут же компас, магические руны, логи и другие штуки. Притом само окошко, через которое мы наблюдаем мир игровой, занимает места меньше, чем интерфейс. Игрок буквально будто в танке сидит и через маленькое окошко наружу смотрит. Да, это далеко не самая эффективная трата экранного места, но выглядит всё равно феноменально. Не отходя от кассы, мне сразу вспоминается вентарь в Киндом Каме с колоннами и лепниной. Да, это уже находится в отдельном окошке, они во время геймплея непосредственно, но тоже замечательно. Да, такой подход мы уважаем. А ещё мы уважаем Uber Super Duper Mega Service Купикот. Новогодняя распродажа в самом разгаре. А значит самое время затариться на год вперёд. Но вы спросите, бабушка, как же мы это сделаем, если стимовский кошелёк фиг пополнишь в наши времена? А без проблем, скажу я, вам поможет в этом Купикот. Купикот это не просто сервис, а целая игровая экосистема, где можно пополнить стимовский кошелёк с минимальной комиссией и в итоге натарить себе игру в стиме, каких пожелаешь. А если что-то недоступно, тем более шагай на Купикот, там есть целый раздел игр, который не купишь в РФ. Так, а что же делать, Бэпс? Как, чего, куда тыкать? Подробная и наглядная инструкция. Вводи логин, вводи промокод Бэпс и оплачивай. Сервис не запрашивает никаких паролей и других данных, поэтому здесь всё чики-пуки. Причём, по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и даёт скидку 10% на покупку игр гифтом. А ещё для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. С помощью Купикота также можно пополнять казахстанские аккаунты стим и аккаунты других регионов с максимальной выгодой. Сервис Купикот. С максимальной выгодой танца и более не парься. А ещё сейчас проходит новогодний розыгрыш с крутыми призами. Обязательно залетай. Хотя в современных играх, которые во многом очень сильно упрощены, есть своя эстетика, которую я называю эстетика молекулы водорода. Ну, потому что проще уже некуда. Как, например, недавно я запустил переиздание Кингпина. В оригинале было прикольное, стилизованное меню, а в переиздании... Ну и что это? То же самое было в переиздании Блейдраннер. Ну, это же отвратительно. Менюшки — это вообще отдельная тема для рофла. Если кто не помнит, в этом году вышел Старфилд. И очень многие ворчали по поводу того, что там главное меню абсолютно безжизненное. Никакой атмосферы, нет души. Их возмущение можно понять, ибо тоже меню облевёнок, как минимум, было более живое. А также, в пример живого и лампового меню, лично я всегда привожу в пример менюшку проклятых земель. Ох, любо-дорого смотреть на это. Я не требую, чтобы менюшки в играх были как интерфейс в Хайфлите, где каждая мелкая длеснинка что-то делает, кликается и так далее. Нет. Но когда хотя бы что-то на фоне происходит, это уже греет душу. Вот та же балда. Ну, круто выглядит. Классно. Или тот же Халф-Лайф. Или до сих пор помню, как в Шипотину рофлил с меню игры по зловещим мертвецам. Жуткий туман, дом, страшный свет из окон. Ну, а самая фишка — это танец. И неожиданная отправка на орбиту. Конечно, подобные рофлинки разрабы пихают не так часто. А еще они не так часто ныне пихают всякие приколдесы упаковки с игрой. Не знаю, как вы, а я лично один из тех людей, для которого покупка игры — это событие. А потому, когда ты берешь упаковку, и в ней лежит какой-нибудь буклетик, какой-нибудь брелочек, какой-нибудь плакатик, это всегда радует душу. Да, сейчас подобное мы встретим только в коллекционках. А вот в обычных же... Вот, например, Марио Бондер. Что же у нас внутри? Вот что это? Вот что это? Вот что это? Это что-то вообще не покерс. Не, у той же Нинтендо имелась своя философия. Она заключалась в том, что игры должны были быть самодостаточными. А потом очень часто с игрой шла лишь книжечка с инструкцией и какими-нибудь забавными фактами из игр. Как описание противников или что-то типа того. А теперь в коробке, кроме картриджев... А где? Да, раньше бывали исключения, как, например, та же Зельда, у которой в комплекте шла карта, которую ирок по ходу игры должен был дорисовывать. Но эти случаи у консольных игр тогда были нечастыми. А потому это буквально исключение из правил. Однако, куда более интересна философия, которая была у разработчиков компьютерных игр. Ибо да, Нинтендо считала, что за пределами картриджа, по факту, игры быть не должно. Но, 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 вот тут достаточно интересная философия, которая была у разработчиков компьютерных игр. Да, Нинтендо считала, что по факту, за пределами картриджа игры быть не должно. Вот разработчики компьютерных игр относились к играм тогда как к электронным настолкам. А потому и наполнения были соответствующими. Особенно это заметно, когда ты запускаешь какую-нибудь игру из ГОК. И часто не понимаешь, а что вообще происходит. Как в это играть и про что вообще игра. И оно неудивительно, ибо тут ситуация буквально аналогична настольным играм. Попробуй поиграть в настолку, не прочитав документацию к игре. Не получается. Вот и тут так же. Из-за технологических ограничений разработчики были вынуждены в документацию запихивать обучение, предысторию, кучу игровой информации. Особенно это чётко было заметно во времена, когда игры выходили на дискетах. Памяти было мало, а потом разрабы поролись за каждую ячейку памяти. И она доходила до того, что в мануале текстовой информации было гораздо больше, чем в игре самой. Ярким примером являлась первая ультима и мануал, который шёл в комплекте. В мануале была предыстория, описание игровых механик, что делать в подземельях, что делать в космосе, описание всех заклинаний, всех противников и так далее. А начиная со второй части комплекте ещё так же шла тканевая карта, по которой игрок и должен был ориентироваться. Нет, я-то понимаю, что сейчас такой подход уже, мягко говоря, устарел. Никто сейчас не будет отвлекаться во время игры на какие-нибудь бумажки, на какие-нибудь книжечки и так далее. Но вы только вдумайтесь, насколько же это классно, если вдруг ты играешь, решаешь какую-то головоломку, и ты оказываешься в тупике. И дабы эту головоломку решить, ты обращаешься к книжке, которая шла в комплекте с игрой. И я-то как бы на самом-то деле понимаю, что это уже мои личные хотелки, и по факту никто такие игры сейчас делать не будет. Понимаю. Но, тем не менее, давайте лишний раз посмеёмся. Мы, конечно, можем сколько угодно глумиться над Нинтендо, говорить «Вот, а раньше-то как было, а сейчас у вас вот что». Но насчёт компьютерных игр дело гораздо забавнее. Да, вот, допустим, как выглядит упаковка игры Ultimate 9. Вы только посмотрите на это. Ух, целая книжка со всякими приколямбасами внутри. Или же вот, например, упаковочка от игры Reason. Это не самое обычное издание. Да, уже так просто игры не выпускали. Это уже какое-то дополненное с приколдессами и так далее. Но, а вот как выглядят обычные издания, дополненные издания, убер-делюксовые издания компьютерных игр сейчас. Та-дам! Вот во что превратились упаковки с играми компьютерными. Теперь все игры в Стиме, а поэтому, если хочешь играть, ковыряясь в бумагах и книжках, то добро пожаловать в настолки. Хотя, опять же, будем честны, это всё индивидуальные хотелки. На момент выхода GTA 3 у неё не было карты. Ну, точнее, она была, но шла в комплекте с игрой. Но не во всех изданиях. К сожалению, карту запихнуть получалось не везде, а потому игроки по всему миру очень недовольно урчали. И их понять можно. О, кстати, отдельного разговора заслуживают обложки. Я, конечно, прекрасно понимаю, что задача обложки — продвигать игру. Но всё же приятно, когда она в себе сочетает и красоту, и умение продавать. Как, например, обложки первых двух частей Макс Пейна, а точнее обложка второй части. У первой игры обложка кайф, но лично мне больше по душе вторая, ибо она чистый секс. Чёрные фигуры на белом фоне, и красными буквами написано «Макс Пейн». Оооох! Гениальное дизайнерское решение. Из игровых приятностей также стоит выделить саундтреки Да, бывает, что игры имеют легендарные или просто мемные саунды, как в том же Обливионе Или МГР Да, эти саундтреки, конечно, очень популярные и мемные Но я всё же хочу похвастаться, что порой слушаю Осты не самые популярные в широких кругах Да, 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 я тот ещё не такусик И этого не стесняюсь Вообще, слушать саунды из игры я начал со времён моего первого Xbox 360 На своём старом плеере я слушал заглавную тему DMC4 А из игры про Биовульфа слушал песню «Напутствие» Не сказать, что это прям Осты для не такусиков Однако же с ходом времени я начал поглощать всё более странные игровые музыкальные произведения Как, например, Осты из приключений Винтерботома Или из той же World of Goo, которая на тот момент была единственной игрой, сшедшей на моём компе адекватно и без проблем Но, несмотря на то, что на данный момент я люблю слушать ламповую ретро-музыку, как и с той же Ultima Underworld Душа моя по сей день стоит на стороне рофло-пенис-музыки Допустим, песни из похождения Барда я слушаю по сей день Или тот же саунд из «Смертошлёпа» Ничего не могу поделать Рофло-саунды были и будут в душе моей всегда Теперь о графике Буду честен, в современных играх графон идёт очень широкими, но достаточно кривыми шагами В первом и втором Макс Пенни на персонажи буквально лепили фото реальных людей И это выглядело, да и выглядит балдёжно по сей день Да, это куда более читерский вариант, чем лепка физиономии с нуля Но, хей, это работало Сейчас же в играх у графона больше полигонов Но многие экземпляры выглядят чё-то не так Тот же «Ведьмак» третий гораздо мультяшнее, чем те же оригинальные Сайлент-Хиллы Конечно, сравнивать условно третьего «Ведьмака» в жанре фэнтези с ужастиком Сайлент-Хилл Это надо быть гением Да, я такой Но примерно суть вы уловили И нет, такова ситуация не со всеми современными играми Второй «Аллон Уэйк» выглядит просто потрясающе «Дэстрендинг» тоже прекрасен «Киндом Кам» выглядит балдёжно Примеры есть Но, к сожалению, не все идут таким путём А потому имеем, что имеем Ну, кстати, я не такой уж и графодрочер, как может показаться из-за предыдущего спича А потому я не против тех случаев, когда стилистика доминирует над графоном Обожаю игры с особыми визуальными решениями Да, реалистичная графика прекрасна Но часто она устаревает и выглядит со временем калово А при грамотном подходе игра сможет сохраниться надолго Ярким примером является третий «Варик» Ну вот попробуйте сказать, что тут графон устарел Или попробуйте сказать, что третий герой устарели внешне А потому да, стилистика решает Но это, кстати, было заметно по играм уж совсем давнешним Я до сих пор считаю, что игры, вышедшие во времена перехода с 2D на 3D Весьма сильно пострадали Ибо тогда появился тренд на погоню за прогрессом А потому многие 3D-продолжения игр Выглядят ныне гораздо проигрышней частей предыдущих Вы прекрасно помните ситуацию с Кирандиями Где та же вторая Кирандия выглядит просто восхитительно и сейчас А вот третья, конечно, да Но примеров было гораздо больше Первая часть «Лэнс оф лор» выглядит сейчас сочно, красочно А вот вторая часть – мда Аналогичная ситуация со второй и третью «Принцами» персиями С контрами и так далее Но опять же я конкретно говорю про переходный период Ибо третья «Лэнс оф лор» выглядит гораздо лучше После третьей персии вышли прекрасные пески времени А «Контра»… Все дальнейшие «Контра» говно и далеко не из-за графона Но вы поняли мой посыл – не можешь в полигоны, не можешь в графон, в технологичность струять в стилистику Не прогадаешь А вот следующая тема, которая, к слову, на сегодня пусть будет последней До сих пор для меня является слишком больной Разрушаемость Господи, как я обожаю разрушаемость в играх В юности я играл в Red Faction и был уверен, что в каждой игре в будущем будет возможность разрушать все Однако вера моя со временем поугасла Я надеялся хотя бы на разрушаемость зданий, как в той же «Горилле» или хотя бы в «Мерсенарисе» Уже тогда я шерстил интернет, и то и дело слышал новости, что разрушаемость будет То в Saints Row, то в GTA, то еще где-то, но… Но хрену мне по губам, а не разрушаемость в играх Да Мне настолько нравилась возможность разрушать все и вся в играх, что я даже не дробнул провальный «Destroyal Humans» для Xbox 360 А игра все-таки была неоднозначная Кто-нибудь помнит игру «Strangehold»? Вот там тоже можно было ломать всякое Очень много времени я проводил не убивая противников, а просто разрушая окружение Я даже во втором «Кенни Линч» много времени проводил просто по витринам лупась из оружия Есть что-то в этом такое По этой же причине я играл в XCOM, в Bad Company, да и тот же хейтер-то боссоны прошел полностью Потому что там была разрушаемость Но не люблю я статичное чугунное окружение И по этой же причине я, кстати, оргазмировал от ванкеров Потому что мы можем влиять на окружающий мир Оставлять вмятины, следы, шажочки и так далее Ой, забавный факт После ванкеров я начал гуглить воксельные игры Ибо это же гениально За вокселями будущее Но по итогу из всех игр, которые я нашел Была вот эта вот козюлина и все Ой, да ладно Все, все Я могу так сидеть и как старый дед-пердед Вспоминать что-то, что-то нахваливать Могу бесконечно Такое, может быть, я на будущее оставлю, если данный формат зайдет А пока что давайте заканчивать На самом деле печально, что подобное мало кто делится У всех есть такая тема, что они Вот, мне понравилась та игра, та игра, та игра А вот в принципе, что в играх нравится, что цепляет, делится мало кто Поэтому если у вас есть такие штукенции Ну вот вам что-то нравится Вот вам нравится, когда конечности в играх разлетаются Вам нравится, когда какие-то симуляции, эмуляции с жидкостями происходят Трамморфинг или еще что-то типа этого Вы об этом, пожалуйста, скажите Может быть, потом в каком-нибудь из подобных следующих роликов Я это даже обсужу Так что давайте, ребята Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте С радостью я это прочитаю Я вам это гарантирую, дорогие мои друзья Так Если все нормально То это, наверное, по идее Последний ролик в этом году Как же я затрахался Год, конечно, был Далеко не сахарный Пятюшок Шоколадки энергетиками шлифовать Это вообще гением надо быть Дорогие мои друзья Я искренне надеюсь, что следующий год будет гораздо лучше Возможно, я на Новый год После боя курантов По крайней мере у нас Выпущу какой-нибудь ролик Возможно, у кого-то он будет еще в этом году У кого-то уже нет С какими-нибудь поздравлениями Но пока что Все, что я могу сказать И искренне надеюсь, что следующий год будет лучше Лучше во многом Или хотя бы побогаче на контент Хотя бы побогаче на контент Я сделал септопластику Я ролик отдельный про это не выпускал Но Честно скажу, дорогие мои друзья Финальные мои Аккорды Вот этот кранчинг По созданию роликов И так далее И так далее Все-таки Способствовал Новый носик Потому что я наконец-то могу Дышать А то до этого Знаете, какой кошмар Подойдет И он меня троттлит Начинает И все И забивается Приходится вот так вот Как-то лежать Вот так вот Когда спишь Приходится как-то вот так Руку подложить Чтоб нос дышал Не забивался Чтобы краб не был От которого я сам просыпаюсь Ой, ужас, короче Нормально там еще Камера не заканчивается Все Никаких планов На данный момент Строить не буду Ничего обещать Тоже не буду Одно Постараюсь Сказать то, что Вот в следующем году Я по крайней мере С долгами Постараюсь Распердец А потому и всякие Надо по отвергнутым Богам ролик Уже закончить Выпустить Я еще должен Ролики по другим Играм Которые обещал После бана канала И не только Так что Надеюсь Хотя бы с этим Какие-то Подвижки начнутся Ой, кстати Я же хотел показать Я не показал Так, еще успеваю Еще успеваю Еще успеваю Еще успеваю Еще успеваю Я же когда об играх О комплектах говорил Хотел Посмотрите Посмотрите, что у меня есть Это, ребята, не поверите Это Warhammer Age of Этот самый А, время возмездия Тут перевод Помните, такая онлайн игра была Которая закрылась Самое смешное Что эту коллекционку Так что время есть Эту коллекционку Я получил в подарок В свое время Я получил ее уже в те моменты Когда сервера были закрыты Надо будет как-нибудь открыто Вам показать Что внутри находится Да Может быть, я как-нибудь Выпустить ролик Где я просто открываю Все эти коллекционки И показываю Что у меня есть Ладно, все, ребят А на сегодня Все До скорых встреч Дорогие мои друзья Не прощаемся Ибо еще Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok